Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Это видео я посвящаю прежде всего начинающим блогерам, которые так или иначе, конечно же, надеются, хотят зарабатывать здесь на YouTube. Я думаю, что очень многие выходят сюда на YouTube с определенной идеей зарабатывать однажды определенные суммы, либо когда выходят просто как к увлечению, относясь к своему каналу, как к некоторому хобби, как к некоторому способу самовыражения. Я на самом деле считаю, что канал хотя бы закрыт должен вести каждый из нас в современном мире. Это очень важно. Я видела видео с Вероникой Степановой, где она сказала, что часто своим клиентам дает задание завести YouTube-канал и просто пообщаться с собой на камеру, выложить все это, точнее сначала смонтировать, выложить на самого себя, посмотреть. Это очень-очень важно в плане какого-то своего, ну даже личностного роста, если хотите, потому что ты слышишь себя со стороны, ты видишь себя со стороны, и это очень важно видеть себя со стороны, и слышать себя со стороны, то, как все это звучит, как ты так или иначе общаешься просто изначально сам с собой. И я думаю, что для многих вопрос, сколько же зарабатывают блогеры, он, конечно же, просто интересен. И могу сказать, что здесь я не буду открывать свой доход, по определенным причинам я решила этого не делать никогда больше, после того, как в последний раз я рассказывала о том, сколько блогер может зарабатывать. Но я завела новый канал, это молодой канал, и на примере того канала я и покажу, сколько зарабатывает, сколько зарабатывает примерно блогер. Итак, в первый день я сделала скриншот, я заработала вот столько, если я не ошибаюсь, это евро 72 цента, я могу сейчас ошибиться, но это, скажем так, тот заработок, который случился со мной за неделю. Это видео я решила записать, прежде всего, потому что я сейчас являюсь человеком, который со своего канала может, ну, себя и свою семью содержать совершенно точно. Безусловно, все зависит от того, куда ходят твои дети, как ты одеваешься сама, где ты питаешься и так далее. Но в целом, я думаю, что многие могут представить себе, что когда ты говоришь, ты можешь содержать свою семью, то, в общем-то, об определенной сумме идет речь. Но, тем не менее, когда я начинала записывать этот канал, когда я, как и все блогеры начинающие, работала, что называется, в пустоту, потому что ты никогда не знаешь вообще, когда ты включишь эту монетизацию, набрать тысячу количества, тысячу подписчиков, количество тысячу подписчиков крайне сложно. На современном Ютубе тысяча подписчиков, это гораздо сложнее, чем 100 тысяч подписчиков. Вот эта первая тысяча набирается очень и очень тяжело. И также сложно набираются часы просмотров. Вот эти 4 тысячи часов просмотров, а мне было вообще обидно. Я вышла на Ютуб за два месяца до того, но я думаю, было обидно всем, кто так вышел, за два месяца до того, как вошли новые изменения по монетизации. До этого монетизацию можно было включать раньше, но я считаю, и опять же, история двоих каналов, монетизации двоих каналов, она говорит о том, что это справедливо, потому что даже если ты что-то зарабатываешь, имея 4 подписчиков, там, не знаю, 30 минут просмотров на канале общего времени, то ты зарабатываешь какие-то центы, которые ты никогда не сможешь вывести. Совершенно логично было перераспределить бюджеты между более крупными блогерами, которые давно на Ютубе. Вообще, Ютуб очень любит настойчивость. Если вы начинающий блогер, вы должны знать, что алгоритмы не подхватят вас, пока вы не выложите определенное количество часов, видео, определенное количество, скажем так, стабильности по выкладке вы не достигнете, и определенное количество прироста в динамике не будет. Вообще, как оценивать свой канал? Об этом говорят многие блогеры, которые начинают. Если у вас есть стабильный прирост, пусть это будет один зритель в месяц, пусть это будут два зрителя в месяц, это все равно стабильный прирост, это все равно стабильный рост, органический рост, как его называют здесь на Ютубе. Вы можете быть спокойны, вы должны знать, что однажды все у вас получится и все у вас случится. Так вот, на первом своем канале я зарабатывала ровно столько же, сколько я зарабатываю сейчас на своем втором канале. Первый месяц, когда я включила монетизацию, Монетизацию я включила после полугода ведения своего первого основного канала. Я включила монетизацию, я заработала 40 евро. Во второй месяц, в сентябре, как сейчас помню, все это произошло, я заработала 80 евро. И, соответственно, потом ты можешь сохранять эту динамику заработка, а можешь ее наращивать. Как наращивать динамику заработка? Вы должны увеличивать количество контента, конечно же, от этого зависит, потому что просмотры на ютубе дают тебе твой заработок. Соответственно, только так здесь на ютубе и зарабатываешь. Ну и если вы хотите, прямо-таки поставили себе цель, как однажды это сделала я, я хотела заработать 1000 долларов в месяц, то, в общем-то, вы должны также понимать, что помимо чистоты контента, вы должны по возможности, если вам тематика позволяет, увеличить, скажем так, многогранность вашего контента. Так же, как случилось недавно со мной, я записала видео про готовку. Это видео, эти видео, эти два видео, они набрали много просмотров. Мне, на самом деле, очень смешно. Кто-то меня спросил, Яна, вы троллите своих зрителей? Нет, я не троллю своих зрителей. Я таким образом готовлю. Я очень была рада, что я нашла единомышленников под своими видео. Женщин, которые так же, как и я, относятся к готовке достаточно легко. Но, на самом деле, когда ты готовишь каждый день до четырех мужчин, и плюс у тебя нет особой любви к готовке, я не являюсь человеком, который любит готовить, который может часами на кухне стоять. Я, на самом деле, считаю, что я, в общем-то, большая молодец. Мне очень приятно, как я уже до этого сказала, что кто-то на моем фоне себя почувствовал шеф-поваром. Почему бы нет? Я считаю, что если ты что-то хорошо делаешь, ты должна этим гордиться. Ты должна это в себе очень любить. И всячески себя нахваливать, хотя бы на камеру, само собой. Ну, а если, скажем так, тебе не дано, то очень хорошо встретить единомышленников. Не дано тебе хорошо готовить. Вот, пожалуйста, блогер, который, в общем-то, так же примерно и готовит. И, на самом деле, ты никогда не знаешь, выходя на YouTube. Меня раньше, кстати, очень удивляла позиция блогеров, скажем так, с многолетним стажем. Они говорили, вы должны понять, о чем вам снимать. Вы должны найти свой контент. Меня это удивляло, потому что мне казалось, когда ты выходишь на YouTube, ты уже знаешь, о чем снимать. Но, тем не менее, в моем случае несколько раз я уже перестраивалась. Первый раз я перестроилась, выйдя с модным контентом, я перестроилась все-таки на минимализм. Я дала, когда поняла, что зрителям в моем исполнении минимализм интересен, я стала делать больше видео про минимализм. Потом это был стритстайл, который, кстати, когда я записала первые видео по стритстайлу, они включены в плейлист по стритстайлу. Эти видео не имели никакого успеха. То есть мне очень нравилась идея выходить в город и снимать красиво одетых людей. Потому что мне казалось, что именно уличная мода – это то, что должно вдохновлять модниц. Потому что на подиуме мы можем увидеть одно. У модных блогеров мы можем увидеть другое. Это прежде всего бартер, который им присылается. Я думаю, что уже многие поняли, как работают многие блогеры. Очень часто этого одежду они бы сами не купили, никогда бы не порекомендовали. Но работают либо за бартер и по реферальным ссылкам, соответственно, отправляют вас купить такое же платье, такое же пальто. Либо работают только по реферальным ссылкам, Соответственно, рассказывая о том, что белое пальто вот такое красивое, они тоже дают фотографию из базы, прежде всего, партнеров, которые разрешают нам пользоваться своими видео и фотоматериалами. Ну и, конечно же, внизу будет реферальная ссылка. Сколько, кстати, зарабатывают блогеры по вот таким программам реферальным и так далее. На самом деле я получаю в день примерно три письма с просьбой, с предложением о сотрудничестве. Я благодарна всем, кто обращает внимание на мой канал, всем, кто обращается ко мне. У меня на данный момент, и, наверное, я являюсь таким исключением, и очень этим горжусь, честно, очень этим горжусь, я выбрала свободу абсолютную творчества, то есть выписывать, а точнее записывать такие видео, которые я считаю нужным, делать их тогда, когда я считаю нужным, не знать, что я взяла на себя обязательства, сделать интеграцию и, соответственно, выпустить видео к такому-то числу. Я взяла на себя полную свободу. А также в том, что касается спокойствия со своей совестью, я поняла, что я не могу советовать определенные сервисы, определенные товары, когда я сама ими не пользуюсь. И я думаю, что для многих это член. Кстати, мне поступало очень много интересной рекламы, допустим, по поводу здорового питания, где, скорее всего, люди, которые обращались за рекламой ко мне, не знали, что я живу в другой стране, и они сказали, точнее, они написали, что я могу в качестве бонуса пробовать эту еду на камеру, рассказывать о ней. Если бы я жила в Москве, я думаю, что это была бы очень интересная интеграция, и можно было бы очень хорошее и интересное видео снять на эту тему. Так вот, ко мне обращаются, я получаю примерно три предложения о сотрудничестве в день. И могу сказать, что только однажды была озвучена цена за интеграцию. Как правило, люди хотят работать с тобой за бартер. И это меня крайне возмущает в том, что касается русскоязычного ютуба. Я считаю, что наших блогеров покупают очень и очень дешево, хотя наши блогеры дают выход очень многим производителям на огромный рынок, на российский рынок. Мы должны понимать, что определенные производители той же самой одежды, я не буду сейчас называть, чтобы не делать им бесплатную рекламу, они выходили на российский рынок за счет российских блогеров, которые набрали аудиторию, большую аудиторию. А за счет этого блогеры получали в лучшем случае одежду, одежду, которую не нужно было возвращать. Соответственно, я думаю, что это не совсем справедливо. Так вот, за один кэшбэк-сервис, который бы я могла прорекламировать, интеграция на одну минуту. Я человек, блогер, точнее, который имеет почти 100-тысячный канал. На данный момент 99 тысяч с небольшим, скоро будет 100 тысяч. Обязательно видео с гардеробной сделаю. Мне предложили за 1-минутную интеграцию 2,5 тысячи рублей. Подобные интеграции в качестве примеров с тебя всегда сбрасывают ссылки, где можно посмотреть подобные примеры интеграции у других блогеров. Ко мне, мне очень это приятно, обращаются, как правило, рекламодатели, которые работают с миллионниками, с блогерами-миллионниками. И вот, переходя на их каналы, я, конечно же, могу предположить, что им заплатили чуть-чуть больше, но именно чуть-чуть больше, там, не знаю, какие-нибудь 5 тысяч рублей за интеграцию, что считаю я для миллионной аудитории. Когда ты набрал свою миллионную аудиторию, это очень маленькая цена вопроса. Соответственно, вот столько зарабатывают блогеры, начинающие, за один день. Можно зарабатывать гораздо больше. 2,5 тысячи рублей тебе предлагают за интеграцию, но чаще всего тебе предлагают просто бартер. Тебе предлагают обзор тех или иных товаров, которые ты можешь оставить у себя. Кстати, меня тоже недавно впечатлило и прямо-таки покоробило одна интеграция, которую мне предложили сделать из одного магазина китайских товаров. Мне бы присылали на обзор что-то. Насколько я поняла, это что-то я бы даже выбрать не смогла. Может быть, бы смогла, это не суть, важно. И мне дали пример подобной интеграции, где блогер на камеру, ну, правда, молодой блогер, но у него молодая аудитория, я же не знаю, аудитория просекла или нет, что происходит на канале этого блогера. Так вот, она показывала определенные вещи. И весь, все видео было из того, что фу, как это плохо пахнет, опять мне ошиблись с размером, а вот это зачем мне прислали, я это не заказывала. То есть, во-первых, там было представлено как непосредственный заказ, все то, что она показывала. И, во-вторых, все было основано на критике. То есть, плохая ткань, плохо пахнет, плохая фурнитура и так далее, и так далее. Но, тем не менее, рекламодатель согласен даже, скажем так, даже на такую рекламу. Поэтому, дорогие блогеры, дерзайте. Все возможно. Я вам искренне желаю превратить ваше хобби, то, чем вам нравится заниматься, в вашу профессию. Профессию, которую сейчас никто не учит. Значит, начинающие блогеры, современные блогеры со стажем, с многолетним опытом, это люди, которых я лично очень и очень уважаю. Очень многие мне часто пишут в комментариях, Яна, да вы бегаете со своим высшим образованием. Кстати, многие поставили под сомнение мое высшее образование. Стоите где-то там на углу, не занимаетесь детьми. Ну, в общем, что-то ко мне не пишут. Но, вы знаете, я честно считаю, современных инфлуенсеров, а я, безусловно, к ним могу себя отнести, современных блогеров, я тоже, безусловно, могу себя к ним отнести, людьми, которые научились делать что-то совершенно с нуля. В силу своих, скажем так, проб и ошибок, в силу своего желания чему-то научиться, они делают определенные вещи сейчас таким образом, что могут даже научить других и быть примером даже для других. Поэтому блогерство – это то, зачем будущее совершеноточено. инфлуенсерство – это то, зачем будущее совершенно точно. И людей, которые хотят дерзнуть на этом поприще, имея, возможно, совершенно другую профессию, совершенно другое образование, я всей душой, всем сердцем поддерживаю. Желаю всем удачи на этом интересном поприще. Это была Инна Скворцова. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok